Девочка-пай 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 Вот. Прямо в меня. Даже не знаю, как идти. Вот. Так что прогулки с каждым днём делаются всё более приятными и продуктивными. Я думала, что в этом парке в 8 утра, ну, 8 уже с хвостом, будет мало народу, но здесь топчутся как слоны. Не знаю, что за дерево, но очень нежные, красивые цветочки. Не знаю, почему у меня камера не фокусируется. Меня недавно попытались просветить, какие цветы что из себя представляют. Ну, это надо, конечно, на месте разбираться. И могу пока понять, почему не фокусируется. Алло! Цветущее великолепие. Себя тоже запечатлеваю вот с такой вот цветущей красотой. Правда, солнце какое-то подлющее тут. Нишает. Вот, наверное, вот так вот будет лучшее видео. Это здание детского сада, буквально недавно появившегося здесь. Я его ещё прошлой осенью показывала. Сегодня рубашка с классом фотографируется. Очередная отчётная фотография. Вот. С утра ему сделала укладку, во всяком случае попыталась. Не знаю, продержится ли она до конца дня. Я очень на это надеюсь. Потому что, глядя на свои школьные фотографии, мне хочется плакать. Если честно, это был ужас какой-то. Наша учительница не следила ни за тем, как мы выглядим. Никому волосы не поправила. И вот все, какие всклокоченные добежали до зала, где фотографируются, вот так и сфотографируются. У меня во втором классе, я помню, самая моя ненавистная фотография. У меня была косичка. И за день у меня вот отсюда эти вот мелкие волосы выбились. И я на фотографии была просто вот так вот. Волосы собраны в тугой узел. А отсюда вот так всё веником торчало. Это было так неприятно и некрасиво. Так что, одним словом, я надеюсь, что наша классная руководительница всё-таки более внимательно к детям отнесётся. Хотя в любом случае сейчас существует фотошоп, и я могу отсканировать эту фотографию и, собственно, поправить ребёнка, если что. Хочу сегодня, во всяком случае, попытаюсь, хотя я не знаю, когда вы этот влог будете смотреть. Может быть, я всё-таки подожду несколько дней, наберу побольше материала, чтобы объединить. Хочу выйти в прямой эфир. Давно я этого не делала. И, честно говоря, мне вот такое вот живое общение со зрителями очень-очень понравилось. Когда ты не умолкая болтаешь и когда вопросы задают. Ну, конечно, бывают и неприятные вопросы, но и люди обижаются, когда я избегаю ответов на них. Но я всё-таки считаю, что это моё право. Я оставляю за собой право, не только как блогер, но и как обычный живой человек, на что-то ответить, чего-то избежать. Так что обижающиеся пусть обижаются на здоровье, если они не уважают моё личное пространство. Если они с непониманием относятся к моей личности, ну и ради бога, собственно. На обиженных воду возят, как говорится. Ну, а тактичные люди, они, как говорится, обойдут стороной. И просто будем болтать на интересную тему. Сейчас я хочу перейти улицу и пойти в другой один парк. Я его ни разу ещё не снимала. И хочу посмотреть, как он выглядит весной. Кстати, очень красивая, ну не то, что красивая, но очень такая трогательная статуя. Почему здесь водички нету, не знаю. Она в 70-м году здесь была установлена. Раньше, лет 100 и больше назад, в Ереване, воду разносили вот такие вот бедные дети. У них были кувшинчики, такие пиалочки. И вот желающие платили им, и они им давали воду. Прямо по курсу у нас наш МИД. Но там ещё какие-то учреждения есть, по-моему. Здесь здание гостиницы «Конгресс». Ну, ничего особо примечательного. И вот вход в парк. Честно говоря, этот парк изгадили. В прямом смысле слова. Потому что он был уникален по своей романтичности. И тут были мостики. Под мостиками текла водичка. Это всё создавало невероятно такую трогательно-романтичную атмосферу. Вот прямо вот сейчас, вот этот вот небольшой холмик, это был мост. Там даже и перила были красивые сделаны. И под ним текла вода. Все каналы, какие текли по этому парку, засыпали землёй. Зарастили травой. И, собственно, от романтичности данного места не осталось и следа. Ну, парк опять-таки остается парком. Тут в тёплое время года... Фу! Какой-то камар сел. Мощный такой фонтан бьёт. Вот прямо по курсу здания театра имени Сундукяна. Но вот всё, понимаете? Вот была романтика и нету романтики. Кому пришло в голову засыпать землёй каналы, я не знаю. Причём, насколько я помню, если я не ошибаюсь, по-моему, этот парк называли английским парком. Потому что, если посмотреть на него сверху, тропинки этого парка были похожи на полосы на британском флаге. Вот. Я не могу с точностью это утверждать, но, по-моему, мне мама моя рассказывала в детстве, что это было так. Ну, в общем-то, вот, да, давно я здесь не была. Я была здесь зимой, вернее, мы сюда ходили на новогодние представления с рубашкой. Но, конечно, очень-очень обидно. Театр имени Сундукяна, он очень красивый. Зал, кстати, шикарный. С хорошей акустикой. Просто он не отремонтированный. То есть задумка шикарная. Смотрите, весь фасад здания стеклянный. Когда входишь, во-первых, там весь театр, все внутри уставлено катками огромными, с деревьями, какими-то вьющимися растениями. Очень там. Там внутри как будто мини-ботанический сад. Но вот, конечно, стекла грязные, вот эти вот рамы оконные уже абсолютно привет из Советского Союза. Ну, уже вообще утиль полнейшая. То есть хорошо бы выделить хотя бы на фасад здания деньги и опять застеклить, но сделать это как-то более современно. А это такая бирюзовая ограда. Я не знаю, почему французы выбрали именно такой цвет, но она всегда красится в этот цвет. Ограда французского посольства. И вот сбоку мы подходим к театру. Очень интересная архитектура. И вот посмотрите, вон я там иду. Вот то, что я говорила. Посмотрите, как здорово тут все в деревьях. Ты входишь в театр, как будто попадаешь в какой-то райский сад. Вот. Интерьер. Просто тут отражается, конечно, в стеклах не очень хорошо видно, но в общем и в целом можно получить какое-то представление. Ну вот видите, вот эти вот все алюминиевые какие-то такие перекрытия, их бы заменить, потому что театр очень воздушный. Очень красивый. Всем доброе утро. Я в районе нашего города под названием Канакер. И передо мной русская церковь. Иногда я люблю сюда захаживать, потому что, знаете, определенная доля славянской крови все-таки во мне говорит. Вот. Такая вот у нас красивая церковь. Если я не ошибаюсь, ей, наверное, около двухста лет будет. И здесь традиционные березки. Какой-то такой, знаете, дух России ощущается. И поскольку у меня бабушка православная, я все-таки как-то чувствую определенную причастность и к этой церкви тоже. Во всяком случае, моим покровителем своим я считаю Николу Чудотворца. И как-то вот я очень люблю сюда захаживать. Внутри снимать запрещается, так что извините. Пользуясь хорошей погодой, я решила пройтись пешком. Сколько выдержу. Посмотрите вдали, я не знаю видно или нет, но все цветущие фруктовые деревья. Район Канакер, он является окраиной нашего города. Сюда, в принципе, никто не ездит для того, чтобы гулять. Здесь находится российская военная часть. Также здесь живет огромное количество русских. И, соответственно, есть русские школы. И здесь гуляя, можно увидеть огромное количество славян. Вот. Ну, армяне, понятно, здесь тоже живут. И грузины, кстати, живут, потому что они же тоже православные. И, соответственно, в русской церкви можно увидеть и грузин, и русских. Вот еще вам кусочек цветущей роскоши. И сад. Тоже очень с таким красивым домом. Здесь также находится дом-музей великого армянского писателя Хачатура Абовяна. Который однажды вышел из своего дома и больше не вернулся. И так и не знают его судьбу. И, кстати, Абовян считается основоположником современного литературного армянского языка. На котором мы сейчас говорим. Вот еще посмотрите, какая прелесть. Просто сплошное восхищение. Я сама, вообще-то, если честно, первопроходец в этом районе. Потому что, ой-ой-ой, посмотрите, сколько здесь деревьев цветет. Потому что я сюда езжу только на автобусе и только в русскую церковь. И, собственно, первый раз в жизни пешочком, ножками своими иду по этим улицам. И себя тоже покажу. На мне сегодня такая красная байковая сорочка, красная помада. Минимум макияжа и красная помада. И такая черная майка. Вот. Иду, 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 иду. Собственно, вот я и подошла к дому-музею Абовяна. Вот его портрет. Плохо сейчас видно. Очень красивый сад перед домом. Тут по-армянски написано. И, кстати сказать, район Канакер, он сейчас, в принципе, является такой окраиной и прочее, прочее. И раньше, ну, допустим, в 17 веке, это был очень крупный культурный центр. В 1600, по-моему, 70 каком-то году здесь было очень крупное землетрясение. Это вулканическое плато. Кстати, посмотрите, какой Арарат. Вы только туда посмотрите. Большой Арарат. Здесь было очень крупное землетрясение. Здесь было много церквей, старинные кладбища, хачкары. А вот и маленький Арарат появился. Да, вид отсюда, конечно, открывается роскошно. Вот видите, старые-старые дома. И вон там тоже горы уже вдали. И, конечно, мало что осталось... Господи, не шумит и так. Мало что осталось от той старины. Но, конечно, здесь можно встретить остатки старинных кладбищ, опять-таки, хачкаров, старых домов очень. Вот. Так что я думаю, что такое место оказывается впервые на моем канале, в моих видео. Но это уже новостройка, сами понимаете. Даже не знаю, это чей-то дом или какой-то офис. Но Арарат, конечно, шикарен. Собственно, отсюда и начинается Канакер. Это адрес Канакер-1. И вот он идет туда вверх. Здесь очень симпатичная детская площадка. Все зелено. И дальше уже идет территория города, которую мы так условно называем райком. И, кстати, здесь я зимой, в декабре, снимала видео из развлекательного комплекса Winter Park, где мы с рубашкой фотографировались с Дедом Морозом, у троллей сосиски жарили и прочее-прочее. Ссылку могу оставить в описании, чтобы вы посмотрели. Вот, кстати, вот этот вот терем Деда Мороза. Его достроили. Когда мы сюда пришли, его еще только строили. Вот в этом бизнес-центре работала моя подруга Анна. Потом она сменила место работы. И смотрите, окраина города. Ну, какие красивые каменные жилые дома. С какими арками классными. Туфовые здания. Ну, вот здесь вот, видите, Lady Zone взяли. Это уродство коробочное поставили. Это фитнес-центр. Фигня жуткая. Так, я уже достаточно отошла от того места, где снимала последний раз. Здесь у нас был просто, ну, обрыв такой, скала. И недавно здесь возвели церковь. Честно говоря, не знаю, какому святому она посвящена или как она вообще называется. Ну, вот такое вот ущелье. Тоже цветущие деревья. Пахнет просто потрясающе. Он кто-то там травку общипывает какую-то. Вот. И дальше, если вот так вот идти достаточно долго, то можно дойти до Парка Победы. Но до него еще идти и идти. Что я и собираюсь сделать. В принципе, наверное, сегодня я до дома пройду километров 8. Посмотрите, сколько здесь платанов по всей улице. И тут очень здорово ходить летом, когда все деревья покрыты лист, лист густой зеленой листвой. Тут очень тенистое, прохладное. В общем, здорово. И отсюда открывается шикарный вид на Арарат. И правда, сейчас он закрыт деревьями. Смотрите, какая улица классная. Вот бы вот в таком доме жить здесь. Это уже, в принципе, не окраина города. Ну, не центр, но от центра очень недалеко. И, кстати, отсюда, если прямо идти, идти, идти и перейти улицу. Ну, собственно, нет, я уже ее перешла на той стороне Парка Победы. А отсюда вот с этой улицы, со стороны улицы идет уже каскад. Мы до него дойдем. И, скорее всего, домой я спущусь уже через лестницу нашего каскада. Видите, как у нас солнечно, приятно. Так, начиная уже отсюда, вот напротив уже идет окантовка Парка Победы. Этот район, в принципе, называется Монумент. И по правую руку, значит, я не знаю, получится у меня снять или нет, находятся дома наших самых крутых олигархов. Также, по-моему, если я не ошибаюсь, армян из диаспоры, безумно богатых. Раньше здесь было просто ущелье, густо утыканное деревьями. Потом его сравняли с землей. И вот вся эта богатая шушера, в том числе и определенные представители нашего правительства. Но вот видите, нет, тут такие высокие, такая высокая ограда, что, я даже не знаю, мне можно будет снять. Но вот примерно представьте себе, что это такое. Там, то есть, скульптуры, кариатиды, атланты. И это все налеплено друг на друга. Вот посмотрите. Сейчас я себя уберу. Вот. То есть, ограда настолько высокая, что только, наверное, селфи-палку, если поднять, можно будет заснять, что там происходит. Я, честно говоря, я немножко боюсь туда даже руки совать, потому что я не знаю, кто оттуда вылезет и какие замечания мне сделает. Так, я уже потихоньку закатала рукава, потому что реально становится жарко. Тут у нас отель Redison, который, по-моему, по слухам, насколько я помню, был построен нашим бывшим президентом Робертом Кочаряном. Прогулка, конечно, у меня отличная. Сейчас я руки свои уберу из камеры. Настроение тоже отличное. Многие мои зрительницы мне пишут, что, Ануш, мы восхищаемся твоей способностью даже в серых буднях видеть что-то красивое. Ну, понимаете, просто если позволить себе полностью окунуться в жизненную грязь и серость, ну, тогда лучше уже заранее себе на кладбище место заказать, подобрать гробик посимпатичнее и заколотиться в него. Но, безусловно, надо уметь находить в жизни что-то, что будет для тебя стимулом. Пусть будет, будь что красивое дерево, будь что синее небо, красивые горы, яркое солнце. Вот, Парк Победы. Просто я сейчас туда не иду, там не настолько зелено, чтобы снимать. Ну, вот, Арарат там. Но я его вам покажу, он сейчас так не виден отсюда. О, кстати, арка. Вход в Парк Победы. Мы с рубашкой на 9 мая обязательно туда пойдем. В прошлом году у нас произошел кикс. Мы нигде не смогли купить георгиевскую ленточку. В этом году я хочу это дело исправить. Я куплю просто метром такую ленту и сделаю сама очень красивую такую брошь, чтобы мы с рубашкой в этот день одели. И сейчас мы с вами оказываемся на очень красивой смотровой площадке. И, собственно, Арарат будет как на ладони. Смотрите, сколько одуванчиков. Вы знаете, я даже немного завидую тем, кто впервые собирается посетить Армению, Ереван в частности, потому что открывать наш замечательный город с нуля – это одно удовольствие. Ереван обладает своим неповторимым шармом, колоритом. Арарат сегодня, к сожалению, не в самом своем лучшем виде. Но все же я думаю, что он виден. Вон там вот это, по-моему, подождите, я посмотрю, правильно пока? Да. Вот это вот наше здание парламента. Рубошкина школа находится где-то вот там, даже вот чуть подальше. И я пешком вот так по этой улице спускаюсь и дальше иду, огромную петлю делаю и возвращаюсь домой. Вот дом Шарля Азнавура. Это все новостройки, новый район. Он, видите, еще находится в процессе постройки. Там очень далеко проходит проспект Комитаса. Вот наша стелла. А это монумент, кстати, репрессированным армянам, жертвам репрессии. Вот наш холм Тетернака Берт, спортивно-концертный комплекс. Там дальше стелла, посвященная жертвам геноцида. Эй, мой Ереван. Добро пожаловать к нам в Армению. Где он? Я даже отсюда не вижу арарат, но думаю, что он где-то у меня на ладони. Вот. Ну ладно, давайте спустимся и посмотрим. Я на Каскаде не была, наверное, с прошлого года. Да, не наверное, а точно. Так что, я не знаю, там уже начали что-то сажать на этих террасах. Давайте пойдем и выясним. Итак, я нахожусь на самой верхней террасе Каскада, которая все еще находится в процессе постройки. Но это все еще в замерзшем состоянии. Арарат уже в это время у нас на часах 10 утра. Он уже все. На Арарат надо охотиться где-то с 6 утра. То есть прийти сюда с камерой. Особенно, если утро прохладное. Потому что в жаркую погоду про Арарат можно забыть. И, короче, делать умопомрачительные фотографии. Если честно, мне самой не верится, что я сегодня из такой дали, и, можно сказать, глуши, пешком добралась до центра города. Для меня это, если честно, реальный подвиг. Потому что я не знаю еще кого-либо, кто пешком из Канакера добирался бы до центра Еревана. Усталости ни на грамм не ощущаю. Полна сил, подра, просто как юная лань. Что не может не радовать. Нет, конечно, их не только поливают, только сажают. Но где-то в конце мая тут уже будет конкретно классно. К сожалению, я сам на связи очень очень очевидно. Но это ладный. Вот такую вот пробойку мы с вами совершили в сегодняшнем блоге. Вернее, это в блоге целого года нет. Хотела вам показать. На пальце у меня сегодня кольцо, сделанное нашими армянскими мастерами. Его можно купить на вернисаже. Подожди, я хочу, чтобы оно так сфокусировалось. Нет, вот так, скорее всего. Это точная копия рисунков, найденных у нас на скалах. Это доисторическая живопись наскальная. Кольцо внутри полое. Да, вот такие вот кольца. Можно... И не только кольца. В такой же форме делают чокеры. То есть такая железная металлическая проволока вокруг шеи. Вот с такой вот точной штучкой. Серьги делают тоже вот такие. И все это с наскальной нашей живописью. Это все можно купить на вернисаже. Стоит, в принципе, недорого. Даже комплект целый можно, по-моему, долларов за 15 купить. Это серебро. Вот. Так что это будет очень-очень оригинальный сувенир из Армении. За что обожаю Каскад, так это за его невероятно уютные кафешки, которые переходят одна в другую. Вот этот гинекологический пингвин-птица киви. Тут еще, конечно, нету этих клумбочек красивых. Но зато вот посмотрите, какой шикарный контраст. Ну, я так думаю, что это все-таки птица киви. И цветущее дерево. Просто шикарно. Город постепенно просыпается. Солнце светит. Красота. Обожаю вот эти часы наши. Просто прелесть. Конечно, нет, на солнце снимать нельзя. Травмировать людей тоже. Так, переходим улицу. Вот еще одна такая серия кафешек уютненьких. Тюльпанчики какие. И какая очаровательная попа. Очень хорошее, кстати, это вот молоко. Здесь очень вкусный кофе и эти пирожные. Ну, все. Всем большое спасибо за то, что были сегодня со мной. Посмотрели этот влог. Я уже дошла до дому. Так что, всем пока.